Командировка террориста Гиркина в Одессу. Это правда или фейк? Что думают в службе безопасности? И какие настроения царят в Одессе? Знает Андрей Анастасов. Взбудоражившую одесситов новость сообщил замруководителя штаба АТО Валентин Федичев. В интервью общественному телевидению Донбасса он рассказал, что в Одессу собирается Гиркин, он же Стрелков. Тот самый российский террорист, который прошлой весной с группой вооруженных людей взял под контроль правоохранительные органы Славянска и Краматорска. Так вот у меня вопрос. Направление его в Одессу. Это что? Надежда, что повторится опыт со Славянском? А меня это пугает. По-настоящему пугает. Получает, как военнослужащий. Ну и началось. Особенно в соцсетях. Одни начали паниковать, вторые смеяться, третьи смеяться над теми, кто паникует. В СБУ нам не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об одесской командировке Гиркина. И подчеркнули, за ситуацией следят. Особенно в Одессе. Какие стрелковки Гиркин, или кто из тех, кому инкриминуется сегодня злочин, прибудет в Одессу, будет негайно затриман. Что же касается настроений в Одессе, то для Гиркина перспективы не самые радужные. По данным недавних соцопросов, за последние полгода число одесситов, воспринимающих российские войска как оккупационные, увеличилось. Соотношение 84% к 16%. Сейчас люди видят то, что происходит на востоке Украины, понимая, что на сегодняшний день там разрушен бизнес. Они не хотят повторения такого в Одессе. В то же время, говорят эксперты, Россия и дальше будет пытаться дестабилизировать ситуацию в Одессе и других регионах. Считают, действовать будут сразу по нескольким направлениям. Политическом – это местные выборы, информационном и с помощью терактов. Ставка на сепаратистские восстания себя не оправдала. Поэтому, скорее всего, основной акцент все-таки будет сделан на, скажем так, политические методы давления, подрывы ситуации изнутри. Ровно год назад Одесса уже была на грани. Над зданием обл. администрации подняли флаг России. Пророссийски настроенные протестующие требовали временной автономии для региона. Но никакого развития эта идея не получила. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Продолжение следует...